Алло. Да, алло, слушаю. Кто это? Это звонок из банка Траст-Паул. Меня зовут Сергей Геннадьевич Силантьев. Сергей Алексеевич. Слушайте, это я. Это вы, да? Это у вас имеется задолженность по кредитной карточке в банке Траст-Паул. По кредитному договору 254.4.64. Сумма долга 3100 рублей рублей. Вам необходима помощь, Сергей Алексеевич, при банке. Необходимо, что поделаешь, если необходимо. Надо гостить. Сейчас у меня возможности такой нет. Я на рейде. На чем связано с соседкой возможности? Я на рейде. Где вы? На рейде. На линии? На рейде. Рейд. Р-Е-Д. Рейд. На рейде. Но рейд же кончится. Рейд не может кончиться. Это место такое, где находятся корабли в ожидании разрешения пришвартоваться. Рейд. Рейд не может кончиться. Рейд это не командировка. Ну и когда вы уйдете? С рейда. С рейда не уходят, к сожалению. Рейд покидает. Это морской... Да, по-моему, просто по-другому. Когда вы сможете оплату произвести? А, вы хотели схитрить и услышать на самом деле, как по-морскому человек покидает рейд. Понимаете? Когда пограничные службы разберутся во всех перипетиях, в этом небольшом нюансе, а у нас на пароходе нашли 284 килограмма кокаина в трюме, тогда, возможно, нас выпустят с рейда и разрешат пришвартоваться к стенке. Я сразу расшифрую. К стенке это не то, что вы подумали. Это опять же сленг морской. Пришвартоваться. К причал, к стене, к стенке. Моряки так говорят. А где вы стоите в рейде? Еще раз. Где вы стоите на рейде? На рейде город Владивосток. Уссурийский залив. В Владивостоке стоите? Да. А где же еще на рейде можно стоить? Какой залив? Уссурийский. Уссурийский залив? Да. И давно он стоит там? А вам зачем? Давненько. Ну, как давненько? Давненько. Как? Вы формируете фразы нормально, корректно. Давненько. Как давненько? Сколько давненько? Вы отвечаете корректно и тогда. Как вам числа стоите? Корректно будет, я думаю, с числа в каком стоите? В Туристском заливе с третьего. А что за допрос? Какого? Юноша, с третьего. Что с третьего? С третьего января, с третьего капитана. С какого числа? Бляха-муха, какая тебе разница? а что это решает? Ну скажите, с какого числа? С третьего чего? Декабря, января? Давай я скажу, с декабря, января. Тебе зачем? Да какой миссии? Декабрь, январь. Слушай, ты чё, следак, что ли? Или там это, подстава? Меня просто ФСБшники задрали. Задрали уже ФСБшники этими вопросами, и теперь ты тут мне надоедаешь. Чё ты там? С какого числа к стоять? А ты заладил, с третьего? Веселись. Что он смеет? Смех без причины какой-то. Ты просто весела, да и всё. Какого числа, какого числа? Тебе какая разница, какого числа? Я тебе так говорю, с какого числа ты работаешь в своём ПАУ-траст? И почему? Как это не касается? Я так же могу предположить, что тебе не касается та информация, о которой ты хочешь узнать у меня. Ты понимаешь, что вы должны ввенить средства за в течение двух месяцев оплатно производить? И что? Я с тебе говорю, я на рейде. Как я тебе заплачу? Ну, объясни мне, как я оплачу. Даже если вы встретились в декабре. Почему не оплатили в ноябре месяц тогда? На рейс попадают из рейса. Тебе объяснить, что такое рейс? Что вы всё время из рейда в рейчер? Слово рейс. Рейс, рейс, рейс. А из рейса в рейс? Из рейса приходят, становятся на рейд. В ожидании разрешения пришвартоваться к стенке. И времени свободы у вас в течение двух месяцев не было, да? Полно на пароходе. Не обязательно карточку оплатить, да? Полно моряков свободного времени. Уйма. Вот просто нечего. Сейчас всё компьютеризированное на пароходе. Да. На пароходе. На пароходе. А что тут такое? А что там? В декабре месяце ходили заявление, писали в банк трасс. Что делал? Ну, в декабре месяце вы сказали, что вы ходили в отделение банка трасс. Писали заявление. Кто сказал? Выбили договор по трассу. Кто сказал? Вы сказали. Кому сказал? Вы там бешеные, что ли? Я лопада. В декабре 11 декабря вам звонили на этот номер телефона. Вы на запись разговора. Вы сказали, что вы ходили в банк. Писали заявление, чтобы вы были договоры. Я около Африки был. Вы что там? Вы с тобой сдурели. Веселить меня только. Спасибо. Нет вообще никаких. У меня полно причин. А ну-ка объясни, какие у меня причины грустить. Расскажи мне, пожалуйста, чудо. По каким у меня причинам грустить? Ну, скажи хотя бы одну. Давайте. А? Я не знаю. Знаешь что? Да не знаю. Что, типа бабок должен вам? Или тебе ты еще скажешь? Банку трасс, которые вот-вот развалятся. Банк трасс ПАО должен. Да, твой банк трасс ПАО. Уже вскоре медным тазом крякнет и все, понимаешь? Брэй, ты далеко ездишь? У него шансов, как у Митузы в Антарктике. У трасса твоего. Это тебе грустить, чудак, надо. Потому что ты больше ничего не умеешь, как по телеводу, трындеть. Ты умеешь узлы морские вязать? А зачем это не надо? А действительно, тебе это не надо. Тебе языком, главное, узлы научиться вязать. И ты этого даже не умеешь. А вы умеете придерживаться, график путешествий? Чего делаешь? У меня. Следите за свои финансовые потери. У меня нету потерь, у меня только прибавление. Знаешь, сколько я бабок заработал в этом рейсе? Пока вы едете по рейсу, у вас по адресу регистрации кто тут находится? Дебил. Моряк, когда уходит в рейс, у него адрес регистрации пароход. Ну да, да, мы только зарегистрированы по адресу регистрации. Еще раз повторяю, я сейчас зарегистрирован по пароходу. Придешь на пароход. А что, подожди, ну и что, хорошо, окей. Адрес регистрации, и что дальше? Окей, ну, салат какие-то, донечный. И что дальше? Ну, адрес регистрации, и что дальше? Ну, падает регистрация, когда вы в рейс уходите. Кто там находится дома? Да мало ли кто, и что теперь? Ну, находятся. Ты из прошлого звонишь, что ли? Мало ли кто, кто находится-то? Ну, жена, сестра, брат, отец, мать. Сестра, брат, отец. Племянник, молочный. Мы сейчас водой в квартире, живем сколько человек. Ага. Коммунно, представляешь? Ага. Да. Представляю. Коммунно. Не сейчас? А зачем ты спрашиваешь? А вы надолго уходите в рейс, Сергей Алексеевич? По-разному бывает. Ну, по-разному. Давайте среднее, скажите, на 15-м, нечто здесь. Нет таких рейсов. По полгода и ну раз. По полгода и ну раз, да? Да, но деньги нужны. По 12 месяцев даже. Всякое бывает. Вы там не зарабатываете, наверное, ничего, да? Круто зарабатываю. Нормально, минимум. Вы круто зарабатываете? Да, 2-3 тысячи баксов в месяц минимум. 2-3 тысячи баксов в месяц? Да. Ага. И вам пришлось обратиться в Банк Траст, чтобы взять заем на 45 тысяч рублей? Да нет, просто узнал, что Банк Траст скоро крякнет, решил кинуть Банк Траст. Чуть-чуть. Решил кинуть Банк Траст чуть-чуть? Ага. Когда вы оплатили полностью заем, который взяли, 43 тысячи, еще больше оплатили, это вы считаете, что так люди кидают? Ну так вот, видишь, как я тебя поймал, а? Нахрена мне еще что-то оплатить? Все просто. Вот ты, беспонтовый, тебя выловить за язык, вот как два пальца об асфальт. Вот нахрена мне еще что-то оплатить вам? Вы кричите карточки, есть проценты. Да. Да, суньте себе задницу эти проценты. Банк Траст это структура, которая подыхает. Нахрена я что-то буду платить? Ошибаетесь, Сергей Алексеевич, ошибаетесь. Да, хорошо, докажи мне, что я ошибаюсь. Но я вам ничего доказать не собираюсь. Подожди, давай вернемся назад. Что ты там про мой адрес прописки связывал там? Про адрес прописки? Да, да, что ты хотел сказать? Мой адрес прописки, вот эти персональные данные, они сохранятся в Банке Траст, верно, Сергей Алексеевич. Вы же сами в добровольном порядке предоставили. Ну хорошо, ну хранятся. Ну и хранятся еще дальше. Если по возможности дело дойдет до разбирательства в судебном порядке, либо в другом порядке, то эти данные очень пригодятся либо Банку Траст Пау, либо другим организациям, которые будут... Ты сейчас все намекаешь, что Банк Пау не соблюдает... Ваш этот Пау не соблюдает банковскую тайну и может передать эту информацию, что там, третьим лицам, да? Ты это сейчас мне хотел бы сказал? Вы сейчас все в курсе, потому что вся эта информация будет храниться в Национальном берегу результата истории. Кто вам даст разрешение это передавать куда-либо? 200... Ты из прошлого звонишь, я тебе... Это информация, Сергей Алексеевич. Да. Эта информация вся передается туда. И любой желающий, который хочет об этом узнать... Ты из прошлого звонишь? ...заявку в Национальный берегу. Возьми, возьми перо и запиши. 230-й федеральный закон. Сергей Алексеевич, вы плохо поняли 230-й федеральный закон. Я очень хорошо помню. А теперь внимание... Очень плохо, очень плохо. Да, слушай. Это не Сергей Алексеевич, а его адвокат. Юрист. Компания Аляма. И если ты... Такая компания? Да, вот это я звоню. Такой вот я артист. Какая компания? Алям. Какая компания? Алям. Слышал? Обойдешься, обойдешься. Кто ты такой? Погодите, вы адвокат или юрист? Это кредитный оператор. Компания Алям. Адвокат не имеет права предоставлять интересы клиента, если у клиента просрочка менее 4 месяцев. Сопровождать дела клиента. Почему тебе позволили так общаться? Да потому что ты никто, и звать тебя никак. И ты звонишь с неопознанного номера, что категорически противоречит закону. И я имею право отвечать на номер, который начинается на 8-915, как угодно, где угодно и каким угодно форматом. Запомни это, петушок. Как раз он пошел в жопу. Понял? Фамилия моя слишком известная, чтобы ее называть. Запомнил? Вот что такое? Кредитный оператор. Вы боитесь назвать свою фамилию? Я ничего не боюсь. Ты эту фамилию можешь на ютубе узнать, услышать, увидеть. Этот ролик будет выложен через 15 минут на ютубе. Компания Алям. Тебе этого достаточно. И ты все узнаешь. Компания Алям? Совершенно верно. Фамилию, назовите, пожалуйста. Ты больной? Я тебе еще раз сказал. Заходишь в ютуб. Я здоровый. Здоровый? Это тебе так сказали. Знаешь, чтобы не расстраивать тебя. Врачебную тайну тебе не скрыли. Фамилию, имя фамилию. Дурак. Точно больной. Еще раз повторяю. Я хочу сказать человека, который хочет распространить информацию, порочить честь и достоинство финансового учреждения. А, ты признаешь? Ты уже признаешь это, да? Что ты сейчас наговорил такого, что порочит честь и достоинство, да? Ну что, подожди, а что ты боишься? Если ты говорил правду, если ты говорил правду, ну давай, говори. Почему ты боишься, чтобы это оказалось? Наоборот, скажи, давайте. Пускай послушают, люди послушают, что такое компания Алям, как она порочит честь и достоинство. Ты сейчас наговорил столько чудодей, что я без стеснения выложу. Да все что угодно. Ты послушай, зайди на канал и переслушай, как ты пытался пугать человека, как ты звонишь с номера, который не определен, как ты вообще не разбираешься в элементарных вещах. Понимаешь? Ты должен был по закону тут же извиниться и положить трубку, только узнал, что ты разговариваешь не с тем, кому звонил. Ты не идентифицировал человека, не провел верификацию должным образом. Ты звонишь от имени структуры, которая уже на издыхании. Известно, что ничего не произойдет, человек никаких санкций не потерпит. Более того, человек тело кредита выплатил, и ты об этом тоже сообщил. Более того, переплатил уже давным-давно. И все, что ты мог сказать, хорошо будем решать в суде. А ты начал пытаться мне угрожать. В буквальном смысле слова, привлечением третьих лиц и распространением информации, которая была доверена клиентам, банку. В надежде на то, что банк будет соблюдать банковскую тайну. Не это ли ты мне наговорил? Чудо. И то, что ты получил оскорбление, ты его получил по заслугам. И я с полной ответственностью выложу это в Ютьюбе. Кто такое финансовое учреждение? Что такое финансовое учреждение? То, что голос из трубки. Если бы я пришел и сделал это в здании этого финансового учреждения, которого нет, не существует, клиентского офиса, ни одного банка ТРАСС нет, где клиент мог бы взять и изъявить свои какие-то намерения. Хорошо, хорошо, окей. Согласен со всеми твоими заявлениями. Делай что-нибудь, если ты можешь. Ты что, меня напугать хочешь? Ну что ты? Вот что ты мне там начал оскорбить, не оскорбить? Я тебе еще раз говорю. Я выложу это в Ютьюбе. Даже не буду подтирать фамилию, имя, отчество твое, потому что оно вымышленное, я это знаю. Вот. Понимаешь? И что ты сделаешь? Максимум, что ты сможешь сделать? Плевать и смотреть, это слушать видео, да? Вот этот вот ролик. И материться. И просматривая более 700 роликов подобных этому, узнавать свой голос. Ты уже давно выложен, я тебя знаю. Я твой голос узнал сразу, просто в очередной раз убедился, что ты идиот неизлечимый. Я сейчас тебе это заявляю под запись разговора, понял? Потому что ты мне звонишь на мой сотовый телефон. Да послушай. Огорчен, что... Огорчен ты. Компания по ОЛЕМ работают такие люди. А знаешь, а вот клиенты наоборот радуются. Конечно. А что вам коллекторам остается? Только огорчаться. Это и есть моя цель. Сидимович, я буду работать и радовать тебя. Ваше цель, ваше защищать клиентов, а не оскорблять. Ты меня не учи. Благодаря этому ролику у меня прибавится как минимум с десяток еще новых клиентов. У вас не родители, так общаться. А, по скрипту. Родители мои, необразованные и простые люди, которых в свое время банкиры так нагрели, они не брали ни копейки. Я не обзываю со своих родителями так. Как? Что они необразованные, да, это судьба. С вами разговор, я как бы... А что тебе остается? Что тебе остается? Разговор у вас власти страны не конструктивный. Я уже с тобой сколько раз так заканчивал разговор. Чудо ты. Ты послушай мой канал. Да, действительно, друзья, это все выкладывается совершенно спокойно. Дело в том, что это на самом деле вымышленная фамилия. Я специально прослушал несколько там наугад роликов. Этот чудодей не только от Траста выступает, но и от Тинькова выступает. Он от многих других. Голос, во всяком случае, я узнавал. Имена у него все время разные. И там, по-моему, этот Калаврат, этот у нас на канале есть тоже, по-моему, этот же голос. Я могу ошибаться, но так или иначе. Ну, и посмотрите, да, кто-то меня спрашивал, а что изменится с первого числа? Сменилось-то много на бумаге, но это очередное подтверждение, что банки, структуры, которые шестерят перед банками, плевать хотели на закон, плевать хотели на граждан. Этот ролик демонстрация полного отсутствия понимания того самого 230-го федерального закона, начиная от того момента, как он звонил с непонятного номера, заканчивая его намеками такими недвусмысленными о том, что дело будет передано, информация, доверенная клиентам банку, будет передана. Ну, и самое главное, да, вот вы заметили, человек выплатил уже давно, он этим гордится, что человек выплатил, да, я имею в виду, не человек, а этот коллектор, этот ушлепок заявляет, вы уже выплатили, уже переплатили. И вот он до такой степени беспомощный перед даже собственными словами, мыслями, что вот он попадает в просаг так совершенно наивно, на пустом, как говорится, месте, да. И вот он продолжает требовать, хотя в 230-м федеральном законе четко сказано, что не может банк претендовать на сверхприбыли. И в суде, естественно, человек этот ничего никому должен не будет. То есть даже, более скажу, банк Траст не будет подавать в суд, и даже не из-за того, что он там на грани умирания, а ну просто понимая, что если человека защищают грамотные специалисты, человеку ничего не стоит, точнее его представителям, любое дело в суде развалить. И поэтому они не будут тратить на него время. Если у вас такая же ситуация, либо подобная ситуация, либо вы просто удивлены, обращаясь к новым подписчикам нашего канала, удивлены такой вот беспардонностью поведения со стороны клиента, то не беспокойтесь. Это все совершенно осознанно происходит и не несет за собой никакой угрозы. То есть так может поступать каждый, но нужно понимать, как это делать. Чтобы понимать, приходите на вебинар, посетите наш сайт. Видео на сайте, посмотрите, как устроена работа юристов нашей компании. На вебинаре вы тоже много всего интересного узнаете. Ссылки на все эти ресурсы в описании видео. Заходите, учитесь, понимать, начинайте, что происходит на самом деле. Ну а с вами был на связи президент компании Алям, Кузнецов. До свидания.